В 1991 году перестал существовать Советский Союз. Многие республики, ранее входившие в состав Верховного Совета, объявили о своей независимости. Грузия, Азербайджан, Молдавия, Армения стали отдельными государствами. Все эти события послужили своеобразным катализатором напряженной политической обстановки в Чеченской Республике, итог которых Первая Чеченская война 1994 года. Среди 70 тысяч солдат и офицеров, участвовавших в этой кампании, были и наши земляки, бойцы Магаданского СОБРа, которые отправились в зону конфликта. Специальный отряд быстрого реагирования в столице Колымы организован в марте 1993 года. Тогда его главными функциями были участие в спецоперациях по захвату и ликвидации незаконных вооруженных формирований и освобождении захваченных заложников. В том же 1993 году отряд СОБР Магадана регулярно выезжал в служебные командировки на территорию Северного Кавказа. В 1994 бойцы Магаданского подразделения, работая в сводном отряде, выводили с чеченской территории боевых действий солдат и гражданское население. Возглавлял отряд Константин Петрович Сайчук. На тот момент начальник 1-го боевого отделения СОБР. В СОБР я пришел в 1993 году за должность заместителя командира роты специального назначения при УВД Магаданской области. Меня пригласили на работу. Туда в связи с личным составом роты переходил в тогда вновь созданный в Магаданской области подразделение ОМОН. А меня пригласили в СОБР. Пригласили. Сперва я был на такой, можно сказать, рядовой должности, а потом впоследствии стал уже назначен начальником отделения СОБР. Подчинение было 12 человек у нас. Сколько вам лет тогда было? Лет, наверное, 35, наверное. Где-то так, 36. То есть вы, получается, как у истоков стояли? Ну, не сразу, ну, практически. Я пришел в конце 1993 года, по-моему, ноябрь, а подразделение образовалось в феврале. То есть, в принципе, получается, и года не прошло перед началом конфликта, собственно, точнее, началом образования СОБР, да? Войска ввели перед Новым годом, да, в 1994 году, это, по-моему, 11 декабря было. По телевизору показывали, естественно, то есть, как все происходило. У вас была какая-то реакция у ваших сослуживцев на, собственно, происходящее? Конечно, да. Мы очень сильно переживали, следили за этими событиями, моментами. Понимали о том, что время покажет и дойдет до нас, до того, что подразделение наше будет принимать участие в этих событиях. Но пока мы только были в ожидании, что дало нам возможность более тщательно подготовиться, более обстоятельно подойти к этому делу. Но переживания были очень серьезные. А уже тогда у меня были погибшие друзья, товарищи, с которыми я учился в университете. Близкий друг по детству уже у меня там погиб, находясь там в командировке. Так что мы это все переживали, внутренне переживали. То есть у вас была уверенность, что вас тоже уже отправят именно туда? Да, это было однозначно. Просто мы не знали, когда. Ну, говорю, что давало нам возможность подготовиться к исполнению этих заданий, операции. Была возможность подготовиться. У сослуживцев было какое-то мнение о происходящем? То есть как-то может что-то негативно? Кто-то вполне мог не захотеть участвовать, даже не смотря на то, что он военный? Нет, таких не было. Таких не было, которые все очень сильно переживали, следили за этим делом. Мы получали сводки из администрации, в которых происходили все события, даже число погибших. Все очень серьезно переживали. И когда пришел ШТ на отправку... Я прошу прощения, расшифруйте ШТ, что такое? ШТ, расшифры телеграмма, приказ об отправке. На тот момент потребовалось двух человек, двух специалистов, водителя БТРа и пулеметчиком, оператора башенного пулемета БТРа. Всех по тревоге собрали, все пришли и выступал перед нами, зачитал эту шифрограмму наш тогда руководитель Волков, Олег Викторович, царство невестное. Умер, очень хороший, порядочный человек был. И он зачитал эту шифрограмму, что отправляется, необходимо отправить от Магаданского СОБРа двух человек. И он это сделал не в приказном порядке кого-то, а отдал нам выбор. Говорят, вот кто сам изъявит желание на тот момент. На тот момент изъявили желание. Не то, что изъявили желание все, все подняли. Ну, нужны были специалисты, такие, строгого профиля, усеченного водителя и пулеметчик. И так как я был по военской специальности командиром боевой разведывательности машины, я выбрали меня и, царство небесное, еще моего товарища Дзюба Константин Николаевича. Да, ну, еще был один Дима Матвеев, он очень хотел, был боец. И почему, говорю, был, был он тогда действующим. Он сейчас в здравии, к сожалению, только очень серьезно ранен. Он просто говорил, пошлите меня, пошлите меня. И тогда такой, можно сказать, смешной казус или как. Волков, электрич спрашивает его, вы по воинской специальности кто? А он говорит, военный матрос. Ну, Волков, так говорит, ну, к сожалению, нет еще морских сражений у нас там. Поэтому поедут специалисты. Но мы не поехали. Поехал в эту командировку Дмитрий Матвеев и Борис Трусов. За что они были потом достойно награждены орденами мужества за эту командировку. Когда ваша была первая командировка уже? Наша первая командировка была в 95-м году, в конце. Именно практически после этой командировки, когда Дмитрий поехал и Боря, они как бы развязали, развязали и начались очень частые командировки. Длительные, очень часто. Первая командировка у нас была в 95-м году. У меня была. До этого уже ребята были уже в командировках. А люди, которые уже, если они вернулись на этот момент с командировки, никак делились впечатлениями об увиденном? Ну, обычно такими не делятся. Очень сложно, потому что все это откладывается в сердце. Это видят все. И делились тем, что нужно готовиться. И готовиться не просто так, а серьезно. Что это не игрушки, что там действительно очень серьезно все. Все очень серьезно. А какого-то бахвальства, ура, ура, такого не было. Ваша первая командировка, ноябрь днём 5-го, как вы сказали. Какая задача стояла перед вашим подразделением? Самая основная задача перед подразделением стояла сопровождение колонн. Ну, и выполнение разовых операций, поручения. Основы этого сопровождения колонн. Из Грозного мы сопровождали колонны в Моздок и обратно. Моздок. Населенный пункт на юге России. Второй по величине в Северной Осетии после столицы республики Владикавказа. Одно из основных мест дислокации российских вооруженных сил в период Первой Чеченской кампании. Через город вводили войска. И через него же от войны уходили беженцы. Довольно-таки сложная задача стояла, потому что, как знаете, колонны всегда были под особым вниманием боевиков. Мы выводили ребят, бойцов, у которых закончилась командировка. И, естественно, сопровождали те, которые новые происходили, и ротация войск. И мы их сопровождали. Вы возили в том числе и раненых, например, бойцов? Да, вы возили раненых бойцов, вы возили гражданское население. Довольно-таки очень сложно, тяжело было морально. Но, во-первых, холодно. И всю дорогу на протяжении этого момента было движение наверху, на БТР. Мы проходили специфическое нахождение бойцов на БТР. При этом меньше угрозы пострадать во время подрыва или быстрее отреагировать на какое-то нападение. Поэтому все время мы находились, как говорится, на морозе, на холоде. Проблем с кипировкой не было никакой? Таковой проблемы не было. Была форма, не было таких специфических вещей. Это разгрузок, может, удобных кабур для пистолетов. В основном шили сами, готовили сами. Да, у нас были такие умельцы, ребята, которые готовили удобно под себя, подшивали. Шили сами, в том числе, балаклавы? Использовали старые, знаете, даже какие-то монтажные маски использовали, которые монтажники работают, их переделывали. Можно сказать, примерно, общий вес именно не подклада, а именно экипировки, то есть брони и прочего, сколько на вас было получилось? Так, в среднем? Ну, по-разному доходилось. Ну, если начинать по такому погрузку, от 15 до 20 килограмм. На каждом, да, бойцах? Да. Ну, в зависимости от оружия, боеприпасы, разгрузка, шлемы. Ну, все. Может и больше, конечно. Никто этого дела, весов не было, никто не взвешивался. В первую командировку были какие-то стычки именно с врагом? Потому что, сколько я понимаю, территория вокруг горная. То есть, дорога прямая и вот по бокам, как я себе это схематично представляю, горы, то есть, место для осады, в принципе, ну, хорошее, как ни крути. Большая часть территории, по которой происходило движение колонн, была, находилась все равно под контрольным федеральных войск. Те участки, которые были контролированы боевиками, мы старались проходить быстро, на большой скорости. И обстрелы были, но единичные. Вот, не знаю, может, Бог хранил Магаданский Собор, может, еще по каким-то обстоятельствам. Вот такого вот прямого столкновения, такого, которого, в смысле, у нас не было. Были отдельные обстрелы, были отдельные, мы, естественно, реагировали. Ребята были все настроены на то, чтобы опередить, предупредить нападение. Может, это тоже повлияло, потому что мы тщательно готовились к этим моментам. Стычки были в основном в комендатурах, когда нас обстрелили. Когда мы возвращались в ночное время, где мы находили, базировались, там очень сильно обстреливали комендатуру, где мы находились. А можно, да, по подробнее, где именно вы базировались? Мы находились в заводе «Красный Октябрь», по-моему, в доме культуры, в этом базировались. При заводе «Красный Октябрь», конечно, все было разрушено. Все было единственное здание, которое приспособлено было под проживание нашего подразделения, работников комендатуры и еще там несколько отрядов ОМОНов находились с нами. Сколько человек было в подразделении на тот момент? Именно в командировке? Да. В командировке было, по-моему, от 15 до 18 человек, именно от СОБР. Именно от СОБР. И основные стычки, получается, были именно на месте базирования, да? Да, на месте базирования. Ночные? В основном ночные, да. Там даже ходило такое, в смысле, днем наше, ночью их. К сожалению, было так. Сколько по времени длилась командировка первая? Три месяца. Три месяца. То есть вы вернулись? Мы вернулись перед Новым годом. Перед Новым годом. По-моему, в декабре вернулись. Все стирается в памяти уже, по-моему, да, перед Новым годом. Это как раз 96-й год должен был начаться. Война все равно это особые условия, как ни крути. И в такой... Есть много мифов, например, что на войне люди не болеют действительно, что и коллектив как-то, ну, необычным образом как-то может сплотиться. Не знаю, были у вас, например, какие-то свои традиции? Ну, традиции были вообще в подразделениях, много было таких традиций. А то, что вы обратили внимание, действительно, за время командировки у нас не было ни одного больного. Видно, организм человека так концентрируется, так себя, кажется, готовит таким серьезным испытанием, что у нас не было ни одного больного. не было, хотя довольно-таки было очень серьезно. Не было дров, не было нечем было отапливать помещение. Собирали так, по дороге где-то найдем. Ну, я часто лазил на чердак. Там, оказывается, то ли заботливые руки работника-библиотекарь, который какой-то заботливый туда перенесли все книги из библиотеки. И весь чердак был завален книгами. Вот мы, к сожалению, топили печки книгами. То есть, потому что, ну, за неимением другого толка. Да, за неимением другого толка, к сожалению, да. А так, обстановка была очень моральная, очень тяжело. Что говорить о традициях, о которых вы спрашиваете? Традиции были в подразделении. Лично у меня была такая традиция. Я никогда не завязывал шнурки до выполнения задания. Всегда выходил с развязанными шнурками. Ну, это моя такая личная такая традиция была. Я завязывал уже там или на БТРе, или там в машине. Только так вот. Такие традиции у нас еще были здесь. Что многие офицерские звания присваивали у нас на высотных домах. К сожалению, здания этого уже нет. Дома советов. На нем, на этом дома стоит храм наш, магаданский. Но там многие ребята получили первые воинские звания, офицерские звания в момент спуска. А еще такая очень добрая традиция, такая добрая, считаю, что ребята правильно ее поддерживают. Перед всеми командировками ребята посещают, выезжают на кладбище и поминают наших ребят, которые погибли, которые здесь похоронены. Ну, не похоронены. Условно, земля привезена с могил их. Это Юра погребной, череп Вадим. То есть были сослуживцы, которые именно напали? Да, были. К сожалению, не обошло нас. Но долго мы все это так очень берегли. Потому что я знаю, что очень многие отряды понесли очень серьезные потери. Очень серьезные потери. Этих ребят я очень многих знал. По учебе, по работе пересекались. Вот в 2000 году у нас была первая потеря. Вадим Череп при выполнении задания был погиб. А потом, следующий жертв потеряли мы Юру Погребнова. На тот момент уже он перевелся в Новосибирский Собор. Но он длительное время здесь, он жил, здесь родился, здесь в Магадане. Мы привезли землю с его могилы. И здесь ходим к нему, как говорится, почитаем память его, храним по нем. А обстоятельства гибели вы не можете раскрывать? Ну, имеется в виду, в какие обстоятельства погибли вы при выполнении кооперации? Вадим при выполнении заприкрывал отход группы, оставался прикрывать. А Юра Погребной подорвались на фунгасе вместе со своим экипажем. Они очень хорошие ребята. Юра вообще доброта такая. Просто хорошие ребята были. Праздник уже именал до 3 февраля, но все равно в Магадане много военных, в Магадане много тех, кто проходил срочно службу контрактную, ветеранов боевых действий. Если вы хотите сказать какие-то слова, пожалуйста. Да, конечно, с большим удовольствием. Я бы хотел поздравить уже с прошедшим праздником своих сослуживцев, ветеранов боевых действий, своих товарищей с прошедшим праздником. Пожелать им здоровья, мира, чтобы их только окружало благополучие, счастье человеческое, всего-всего самого хорошего. Вечная память нашим ребятам, которые преждевременно ушли из жизни. Это такие бойцы наши. Андрей Кользин, Игорь Лобов. Память вечная погибшим ребятам при выполнении наведения конституционного порядка. Вадима Черепа, Игоря Погребнова. Всем вам счастья, ребята, и всего самого хорошего. Дорога под уклон Моздок сколезит. Чтобы жизнь в Чечне спокой не стала. И дорога под уклон Моздок сколезит. Чтобы жизнь в Чечне спокой не стала. Опять дорога пошла наперед. Чеченский ворон в небе кружит. Браток, прижми покрепче автомат. Он нам с тобой сейчас еще послужит. Браток, прижми покрепче автомат в плечо. Он нам с тобой сейчас еще послужит. Ведь мы глаза и уши смотрим и слушаем. Огнем, братишка, прикрой меня. Довести до дома мы должны колонну. Не подведи, родимая броня. Довести до дома мы должны колонну. Не подведи, родимая броня. Редактор субтитров А.Семкин